В рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills состоялся визит министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова. В рамках визита ректор Кафуэль Шадгафуров продемонстрировал министру несколько объектов Казанского университета. Отправной точкой стала лаборатория генной и клеточной технологии, расположенная по адресу улица Парижской коммуны, 9. Здесь первоначально начинались исследования и поиски новых подходов генной и клеточной терапии человека и животных. В настоящее время разработка генно-клеточных технологий, стимулирующих регенеративные процессы в организме, ведется на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и НОЦ-фармацевтики, созданного для разработки и испытания лекарственных препаратов в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020». В структуру НОЦ-фармацевтики входят несколько баз и отделов медицинской химии, поисковых исследований, доклинических исследований – помещения для содержания лабораторных животных и прочее. Исследования, проводимые на базе Казанского университета, являются социально значимыми. И по мнению авторов лекарств и технологий лечения, в случае выхода препаратов в производство они способны спасти не одну тысячу жизней. В рамках визита ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал о завершении строительства и оснащении научно-клинического центра претезионной и регенеративной медицины. Уже в текущем году исследовательское учреждение станет своего рода мостом между фундаментальной наукой и клинической практикой, причем максимально коротким. Эффективность проекта определяется не только степенью вовлеченности научных и медицинских работников, но и готовностью представителей реального сектора экономики вкладываться в развитие направления. К слову, отдельно в рамках визита рассмотрели итоги работы российско-японского центра КФУ «Урикен», возглавляемого Олегом Гусевым. Начавшийся с проекта научно-исследовательской лаборатории «Экстремальная биология», он перерос границы стран и континентов. Мы выяснили, как вывели первую в мире клетчатую культуру, единственную, которая может храниться без воды. Мы можем ее высушить, она может десятилетиями лежать, мы заливаем водой. Вы еды хомосапиенцы, вы беретесь. А вот это наша цель. Сейчас большой проект геномный, по геномной программе, не по-другому, совершенно отдельно. Мы собрали коллекцию самых топовых экстремофильных организмов, и, используя широкий скрининг геномный, мы хаотично внедряем его в клетки человека и насекомых. Вы как-то пытаетесь систематизировать эти данные? Именно так. Мы используем метод секвенирования отдельных клеток. И мы понимаем, комбинация каких генов с какими дает вот этот новый эффект. Таким образом, за короткое время визита удалось не только ознакомить министра с основными тезисами стратегии развития ВУЗа, но и продемонстрировать эффективность выбранного направления и вклад Казанского университета в науку и реализацию национальных проектов России.